Здравствуйте, меня зовут Павел и сегодня мы с вами будем готовить настойку из черной смородины. Для этого нам понадобится черная смородина, специи, сахарный песок и для любителей цитрусовых это грейпфрут. Также нам понадобится вода и водка. Вот все наши ингредиенты, которые необходимы для приготовления нашей настойки и готовить мы ее будем в течение 2-2,5 часов. А в обычных условиях наша настойка готовилась бы от 2 до 3 недель, а может быть даже дольше. Но благодаря нашему оборудованию это шкафшоковой заморозки и вакууматор мы приготовим это за 2,5 часа. Итак, поехали! Мы берем черную смородину и вакуумный пакет. Вы не ослышались, мы будем готовить в вакуумном пакете. Это не банка, где обычно все настаивают свои настойки. Это всего лишь вот такой вот специальный пищевой вакуумный пакет. Что я рекомендую однозначно, это гвоздика. Она имеет пряный запах и придаст вашей настойке аромат. Кладем несколько звездочек, не больше. Также добавляем анис или бадьян и сичуанский перец. В отличие от остального перца, вот этот перец не придает жгучести во рту. От него язык и ваш полость рта немеет. Мы его кладем тоже совсем немножечко, несколько зерен. И теперь мы сюда добавляем воду и водку. Я наливаю в равных пропорциях 50 на 50 или один к одному. А теперь мы добавим грейпфрут. Нам нужна будет мякоть. Режем пополам. Отлично. И теперь аккуратненько несем это все вакуумируем. Открываем камеру, укладываем пакет. Итак, вот эти манипуляции, которые у нас сейчас происходят в течение, наверное, одной или двух минут, пока вакууматор будет вакуумировать, заменят нам три недели настойки в баночке в погребе. И теперь мы наш отправляем напиток в духовой шкаф. Температура 65 градусов, время 2 часа, пар 100%. Прошло 2 часа. Смотрим на нашу настойку. О, да. Обратите внимание, какой яркий цвет стал. Итак, сейчас еще одна фишка. Это Blast Chiller. Шкаф шелковой заморозки. В морозилке она у вас будет охлаждаться полчаса. Здесь 10 минут. Кладем. И засекаем время. Итак, прошло 10 минут. Пойдем и поглядим, что с нашим напитком. Отлично. Он охладился. Здорово. Обратите внимание, рюмочки тоже ставим охлаждаться, чтобы они были таким налетом ледяным покрыты. Итак, теперь наш напиток нам нужно процедить. Возьмем прозрачную тару, чтобы вы могли оценить цвет этого напитка. Мелкое сито. Вот наша с вами настойка готова. Смотрите, какая она красивая. А теперь я схожу и возьму из нашего шкафа шелковой заморозки рюмки. Итак, друзья, сегодня мы с вами провели маленький эксперимент. Как можно приготовить настойку не классическим способом, в течение двух с половиной часов. Настойка получилась отличной, яркой, вкусной и ароматной. Отличный запах. Что ж, друзья, приятного аппетита. Пробуйте, экспериментируйте и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!